ну я тут недавно опубликовал работу на фейсбуке полета орла и людмила пинчук написала в коме в коменте в каком мире вы живете ну там девушка которая в горах значит закрытыми глазками сидит в позе со скрещенными ножками ну и на заднем плане горы я был ну довольно таки несколько раз в кидарнате это штат утар прадаш в индии эти поездки очень были волшебны это часть моей жизни там есть гора кстати такая черная скала много очень людей прыгало с ней вниз этой скалы почему уж не знаю правда нет но вот целый ряд историй это не просто падение такое добровольное со скалы а это желание того кто наверное предпринимает такой шаг освободиться от страдания но уж не знаю насколько это все верно ну так так написано и вот я был в тех местах в каком мире вы живете людмила пинчук спрашивает но помните людмила иисус еще говорил что живите в мире но будьте не от мира сего ну вот я такой нет мир сего ну можно сказать что это мир радости это будет наверное достаточно я убежден что мы рождены для радости для счастья да за него нужно бороться но упыри варделаки были и будут всегда пока есть стяжательство алчность в мозгах и исправить это можно только наверно личным примером что собственно я и делаю ну те работы которые я пишу это это выраженное в материале мое изменение изменение ну сознание что ли я убежден что одна картина может изменить мир я уже как-то говорил об этом приводя в пример ну любую картину возьмите какую-то достойную ну совсем достойную ну я не знаю ну мадонна литу давайте возьмем леонардо в эрмитаже небольшая работка ну данаю хорошо возьмем но очередь всегда возвращение блудного сына давайте возьмем давно уже не был в эрмитаже и живьем специально сходил посмотреть ее еще несколько работ ведь эта работа вот о том что касается каждого уж какой я блудный сын это уж точно пришло время когда я в общем-то обнял своего отца и мы с ним очень по-доброму несмотря на большие разногласия в юности как-то общались все последнее время пока он не так давно в этом году ушел из жизни у нас были очень теплые отношения последние годы я хотел сказать что эту работу ведь каждый день смотрит тысячи человек и за все время пока она висит в эрмитаже ее посмотрели миллионы одна картина к которой стоит очередь к которой подходят люди меняет восприятие каждого смотрящего в сторону того в сторону того чтобы он заглянул в себя но вот в таком мире я людмилы и живу это мир в котором за каждое свое действие я несу ответственность не кто-то виноват вот смотрите простая ситуация едем в троллейбусе и вам наступили на ногу первая реакция паразит сволочь но но не гнида ну что смотреть надо куда ногу ставишь подлец да подонок а вторая ситуация второй взгляд это я подставил ногу так неудачно что на нее наступили моя вина в том что на нее наступили взгляд взгляд меняется все точно все точно происходит и ошибок не бывает ну и как-то притягиваются такие кому это наверное интересно спасибо людмила за такой вопрос это довольно таки интимная вещь но я так чуть-чуть коснулся ну вы лайки то ставьте если вам интересно все это что здесь происходит в этом канале который я веду в общем с удовольствием так что давайте дружите пишите ваши вопросы комментарии включайтесь в диалог это очень интересно всем я думаю всем нам ну мы же команда лилия яковлева расскажите чем подписываете свои работы с обратной стороны и что именно указывать там в каком-то видео вы держали свою картину в руках и было заметно что на обороте холста крупными буквами что-то написано каких пишущих средств следует опасаться на холсте шариковых ручек фломастеров маркеров ну маркером то если только тонко очень чтобы действительно не просочилась туда и фломастер но но лучше всего ну кстати вот те кто работает с китайцами они почему-то говорят что нужно маслом подписывать масляной краской они любят потому что уголь если осыпается ну я часто бывает что и углем подписываю бывает и шариковой ручкой а что с ней что такого ну если на на холсте да а потом у меня есть такой жирный карандаш сейчас его покажу ну такой жирный карандаш ну в каком-то детском магазине по моему куплен жирненький что указывать фамилию инициалы название работы холст масло или картон масло размер причем сначала вертикальная сторона потом горизонтальная то есть если например картина у вас вот такая то пишите сначала этот размер вертикальный а потом горизонтальный например 30 на 40 если такая то пишите 40 вертикаль первое на 30 это важно обычно галерейщики все это сразу ну понятно вертикально она или горизонтальная композиция композиция год создания какой год создания если вы например пишите картину двадцать лет подряд как Иванов там да явление Христа народу многие художники пишут не не весь двадцатилетний режим растягивают а просто последний год когда вот он поставил подпись в этот момент вот и является сделал в этом году двадцатый а то что вы там начали еще в двухтысячном не играет роль и так и это и это и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok